Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий и мы продолжаем играть в симулятор готовки. Собственно говоря, говорит мне игра, извините за тавтологию, но так и происходит. Три часа до ресторанного критика у нас осталось и мы должны постараться, постараться сделать все возможное. Что там мы возможное должны сделать, чтобы ресторанного критика этого удивить или хотя бы не опозориться. Так что, так что, так что, вот так вот и получается, да, пюре, пюре, суп, суп. Короче, это томатный суп, там гаспачо, тут вот бульон, а это борщ. Это хрень, которая с бульоном, короче, да, бульон. Давай вот это поровнее разложим, чтобы было ясно, где что лежит, а то же я постоянно теряю здесь. Ой, не, не разбей, давай, придумай еще. Пюре, 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 сегодня мы должны удивить ресторанного критика и сказать им, что у нас все хорошо, давай нам четвертую звезду. То есть, должно все быть здорово, должно все быть классно, опозориться ни в коем случае нельзя. По поводу новых блюд я могу сказать лишь одно. Новые блюда я буду брать, я просто про них иногда забываю, но... Не вижу в них особой какой-то необходимости, что ли, потому что, ну, новое блюдо, так новое блюдо. Я пять звезд сейчас получу и буду все блюда покупать. Просто как-то я сейчас сам началь себе засру всю жизнь этими новыми блюдами, тем же, например, бургером. Я его сделать никогда в жизни, наверное, не сделаю. Белое венцо. Буль-буль-буль-буль, и все, и готово дело, и кухня прям преобразится. Почему нельзя в себя принять? Странненько это все, странненько. Какой же повар без... 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 Венца, короче, белого, ладно. Давай пропустим, пропустим, и пойдем, пойдем, так сказать, во все тяжкие. Берем свинину. Ее там перчить, солить надо, да, и все, там делов-то. И это самое простое. Вот это самое простое, что можно сделать, поэтому это после будет делать со свининой. Соль, перец и тимьян. 4-4-6. Соль. Вот сюда. Перец. И тимьян. Его 6 надо насыпать. Отлично. Кто бы мог... Кто бы мог подумать, что так отлично может быть. А никто. Это все дело на сковороду. Там должно быть 10 миллилитров, да? 30 миллилитров подсолнечного масла. Сковородку поближе. Подсолнечное масло, я говорю. Наливаем. 30. Самое главное здесь это не переборщить. Иначе просто скажут, что у тебя все очень плохо и все вообще не нужно так было делать. 90 секунд с каждой сторонки. 90 секунд это вот так вот. Раз, два, три. Угу. Пум-пум-пум. И погнали. С картошкой. Две картошки. 6 грамм соли. Крупные куски. Нет. Я должен с доской сюда подходить. Мы же договорились. Будем с доской сюда ходить. Раз. Два. И глядишь, ровненько получится порезан. Ну нет. Это все в раке. Так не получится. 6 грамм соли. Игра говорит, мне нужно насыпать на картофан. Но без проблем. Без проблем. 6 так 6. На одной будет 4, на другой будет 2. Беру нож. Самый лучший, красивый и новый. Самое главное. Кладу его обратно. И кладу картошку отдельно. Потому что, ну не дай бог, я сейчас порежу не очень ровно. Здесь нужно по 50 грамм куски. 50 грамм кусок это 150 на 3. Угу. Понятно. Ну давай как-нибудь вот здесь вот. И вот здесь вот. Нормально, нет? 60. 57. 31. Хорошо. Ясно, короче. Нужно отрезать вообще маленькую часть от жопки. Да? Да. Как-то вот, вот где-то вообще вот здесь. Потом вот здесь. И смотреть. 47. 57. Вот 57 вот это можно было поменьше отрезать. И 46. Видал какая красота? Это все дело нужно на противень положить. Но сначала перевернуть. Да, ну конечно. Мясо. И потом поставить, соответственно, его на еще 90 секунд. Беру противень. Противень. Где у меня противень лежит? Не знаешь? Че, не знаешь, если я его только что нашел? Ну-ка. Иги. Лепота. Надо вот поразбрелять по противню и будет все хорошо. Так. А где еще один кусок? Не понял. Че, 5 кусков? 6 кусков. Че-то считай совсем прозвучился. Это дело нужно поставить уже на 80 секунд. 80 секунд это вот это плюс 20. Договорились. Идем к креветкам. Жареные креветки. Это нужно взять топленого масла, туда соль и перца наложить. Ну это не так сложно. Да, и лучше пока лимончик порежем. Ну просто лимон это самое сложное, что есть в этом блюде. А можно как-нибудь самому туда пододвинуться? К сожалению, отсутствует такая возможность, но... Как-то так, наверное. 23, 20, 18. Слушай, это идеальные, по-моему, самые куски, которые я только делал. И не могу не похвалиться этим. Так, и 20 секунд еще. 59, да, 20. Картошечка будет готова. Беру, значит, я тарелку. Да что такое? Так, красивую. Здесь больше делать ничего не нужно. Здесь просто нужно будет сейчас выключить и отдать мясо. Как бы, все очень просто. Все на самом деле очень просто. Выключусь. Беру мяско. И беру картошку. Почему-то она какой раз уже получается недожаренной. Почему так получается, неизвестно. То есть... Сколько осталось секунд? 2,53. Это 3 минуты остается. Это очень мало, это очень мало. Жалобы гостей. Плохая техника резко. Хотя у меня получилось, в принципе, как и всегда. Не знаю. Сейчас поступит заказ от ресторанного критика. Я рад. Ой, если это ресторанный критик... Ой, да это делов-то, это вообще, это проще некуда. На самом деле, это проще некуда. Я рад, что это именно это блюдо. А вот если бы какой бургер был, и что бы я делал? Топленого масла 30, соли, перца 10. Топленого масла 30. 30, говорю, топленого масла. Угу. Договорились, договорились. Черного перца 10. 10 же, да? 10. И соли 10. Соли 10. Я просто боюсь просрать моменты, и получится у меня, как всегда. Почервончику вот этой соли и перца. Угу. И туда нужно 6 креветок положить. Они по 20 грамм, да, если я не ошибаюсь. Получается... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Немножко разбрылять. И запустить. Сколько там секунд нужно? 50. Лимон, свежий петрушка, шесть штук. Хорошо, давай возьмем следующий заказ. Филе лосося. Лосось. Лосось. Его четыре, четыре, да, нужно? А, пять, пять. И 10 масла. Пять соли, пять перца. 10 масла. Мне кажется, креветки самые лучшие получились. Хотя нарисовано, как будто они не дожарились чуть-чуть. И это очень странно. Может быть, их запустить еще немножко? Ну, прям, видимо, немножко я не досчитал в голове. Ну, ничего страшного. Всегда можно доделать. Ну-ка. Ну-ка. Я тебе чё говорю? Давай выпадай. Теперь беру лимончики. Лимончики, это самое главное в этом блюде. И 6 грамм свежей петрушки. Раз, два, три. Ставлю. И отдаю. Сколько? Пять звезд. Пять за скорость, пять за вкусность. Ух, какая красота-то. Идеально, идеально, идеально. Мне говорят постоянно, что нужно вот, мол, улучшить. Обязательно надо улучшить. Отстаньте. Ой, блин, еще и этот пришел. Обзорщик. 10 масла надо. 10 маслица. 10 маслица. Обычного подсолнечного, верно? А ты уже что-то подзабыл. 10 масла. Сюда кладу лосося. И сколько секунд надо? 60 с каждой стороны. Пум-пум-пум. Тун-тун-тун. Тун. Угу. Литр воды. Не забываем про картошку. А то же я сейчас буду лосося готовить и забуду про картошку. А потом окажется, что ее нужно варить 2 минуты. И время уже не останется. 20 секунд. Нет, подожди-ка, подожди-ка. Мне нужно кое-что убрать. Убрали. Да. Ага. 20 грамм соли. Если мне память не изменяет, то именно столько и нужно, но... Один грамм соли случайно насыпал лишний. И две картофелины. Ну пойдем две картофелины возьмем. Или вылить лучше. Давай лучше выльем. Ну и нахрен. Ну просто я сейчас вот из-за этого одного грамма соли потеряю какой-нибудь ползвезды какие-нибудь. Все. Отставить. Отставить звенеть. Беру. Беру. Кладу, говорю. Переворачиваю. Я же не переворачивал еще. Я не помню, что я переворачивал, поэтому... Поэтому вряд ли. Литр воды есть? Есть литр воды? Соль. И самое главное, что за все это время я не удосужился проверить. На самом деле 20. И две минуты. Варить эту картошку. В количестве двух штук. Картошка вот она. Раз. Два. Но там в целом не так критично. По времени. С варкой с этой. Здесь у нас что с тобой? Нужно тоже лимон порезать. Взять форель. Черный перец, тимьян и укроп. По 5 грамм насыпать. Где она тут есть, эта селедка? По 5 грамм всего вот этого вот с перец, петрушкой и тимьян, по-моему, да? Сейчас у нас закончится вот это вот, жарится. Я выключу и со спокойной душой пойду дальше. Картошка не скоро еще вернется. Точнее, не вернется, а приготовится, поэтому давай приступим к этому. Перец, тимьян и укроп. 5 грамм. Перец. Тимьян. Тимьян такой зелененький. Ага. Ого. Хрен, а тимьян где? А хрен его знает. Тимьян ты... А, вот он он. Не заметил. Не узнал вас в гриме. Это все положить нужно на противень. Да, на противень нужно положить. Дай мне противень. Дай мне селедку. Не сюда, хотя. Хотя. Хотя ж без разницы на какой, правильно? 90 секунд. Самое главное 90 секунд. Так, 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 так. И включаю. По картошке уже очень скоро. Картошку. Нужно сначала взять лимончик. Ну-ка, возьми. Положить его на... Доску. Успею разрезать. Вот этот звук тиканья, он меня прям... Он меня прям нервирует. Он меня прям нервирует из-за вот этой вот... Как ее называют? Атмосферы какой-то... Спешки. Ой, блядь, ой, блядь, нарезал-то. Хотя, чё, нормально, в принципе. Картошка готова. Беру тарелку. Беру тарелку. Беру лосося. Беру две картофелины. Ой, блядь. Критик не это. Не такой же должен быть придирчивый, поэтому ничего страшного. На, пожуй. Лосося. Давление нарастает. Куда уж больше-то. Четыре звездочки славы. Неужели, неужели, неужели мы дошли до этого момента? Выдержали проверку, все получилось. Вот увидите, скоро к нам двери будут просто ломиться. Я не хочу, чтобы ломились. Я хочу, чтобы у нас было все здорово. Ой, моя любимая. Ничего себе, смотри, какая красивая. Поспешите с этим заказом, наш гость не может ждать. А у меня есть борщ. Борщ-то у меня есть. Лимончик у меня есть, и это самое главное. Беру тарелку. Кладу вот сюда. Бульон из зудки. Вот бульон из зудки это самое неприятное. Но у меня есть вот это вот хреновина, поэтому давай-ка мы его поставим греться. А вот это вылим. Нет, сначала выключаю, потом выключаю будильник. Отставь. Отставить. Отставить звенеть, говорю же. 5 грамм хрена столового, сушеного. Ну-ка, все отлично. Беру. Не беру, говорю, беру вот это вот. Потом беру селедку. Потом что-то надо было с ней еще сделать. Дольки лимона. Где дольки лимона? Вот они, конечно же, где они могут быть. Беру дольки лимона и украшаю все дело свежей петрушкой из трех штук. Трех штук свежей петрушки. Раз, два, три. Не упал ничего мимо, нет? Вроде не упал. Пойду. Отдать. Сейчас отзыв обо мне напишут. Хороший, хороший напишет. Запеченный форель. Хорошо хоть правильно приготовил. Да, все идеально. Ну, кто бы сомневался. Ну, ты вот сомневался, я вот нет. Теперь весь дерп узнает опять эта ерунда. Так, самое главное здесь у нас с тобой борщ. 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 Кстати, он... У меня тут уже это... Все по одному месту пошло. Надеюсь, что это все вкусно достаточно, потому что... Ну да, он не особо требовательный, так что нормально все будет. Тут нужно сколько там ути на игру? Так это 140 грамм. 140 грамм это нормально. Их на три части, да, по-моему, надо поделить? Нет. По 35 на 4. Ну что, а можно поперек положить? Пожалуйста. Не хочет класть поперек, ты представляешь? На 4 части. Ну, давай попробуем... Вот тут самая жирная жопа. Вот эта вот жопа, она жирная, поэтому получается вот... Где-то, наверное, вот здесь. Здесь, потом где-то, наверное, вот тут его, а потом уже вот тут его. Ну, хрен его знает. Ну, 35 грамм должно быть. 46, 29, 20, 48. Ну, блин, да, как и положено. На части по 35 грамм. Можно, конечно, вот эту утиную грудку попробовать кромсануть еще. Ну, нет же ж, я ж говорю же ж, ну... Ну, что ты будешь делать? Вывали сюда. Возьми. Которая холодная утиная грудка. А, слушай... А с чего она вдруг горячей стала? Я же ее то, что руками клал. Разве нет? Че за магия такая? 85-граммовую нужно просто поделить еще пополам. Ну, хотя бы относительно пополам. Вот настолько. Я сделал, короче, невозможный. Я засрал все. Украинский борщ. Это вот это. Давай его погреем, чтобы он, ну, типа, не холодный хотя бы был. Будет уже лучше. Беру, значит, я вот эту похлебку. Глубокую тарелку я беру. Правильно я делаю? Правильно я делаю. Беру глубокую тарелку, наливаю 300 миллилитров вот этой вот жижи. Это же 300? Правильно, да. То, что мне нужно. Беру вот это, наливаю сюда. Беру вот это, наливаю сюда. Беру... Вешаю, беру вот это. Пусть будет 29. Вот это вот, Кусман. И, блин, ну... Давай, короче, отрежем вот от этого кусочка. Чуточку прям. Ну, чтоб прям не совсем уж плохо-то было. 27. Твою мать. Ну, вот как так можно было? Ну, ладно. А там 4 куска должно быть. Так что, вот как ни крути, надо это еще вот. Вон наложил. Вот даю. Вот это молодец. Это повар. Так, с борщом что у нас с тобой? Нормально все с борщом. Давай его тоже наложим. Кто там терпеть не может? Терпеть не может борщ как раз таки. Но давай, не будет он терпеть. 6 минут мне хватит на лососе, на этого, да? И в целом-то... Так, пюрешку надо выкинуть. И в целом-то, я думаю, у меня будет достаточно времени для всех этих заказов. Как бы здесь не особо требовательные товарищи. Так что... Так что нормально, все нормально. Не переживай, все будет хорошо. Все будет отлично. Все будет просто замечательно. Какая-то тарелка, мне кажется, изменилась. Она прям какая-то неправильная. Она очень широкая. Широкая прям, что не могу прям. Ух. Борщ. Это борщ. Вроде бы. Вроде борщ был. Отлично. Как мне сказали, а быковы... А бычу отдать хотя бы можно будет. Слишком холодно. Да пошла ты в жопу. Вроде как бы грелось. Это тоже отдам. Опа. Томатный. Так, это был бульон. Бульон, как тебе? Блин, ну по вкусу что-то не подошло. А что было со вкусом не так? Ой. Мало утиной грудки. Черного перца мало. И соли недостаточно. Еще и холодно. Что-то я совсем пролетел, да, здесь? Ну как бы... Нормально вроде бы. Как бы ничего страшного. 2800 денег у меня уже, представляешь? Сейчас еще один заказ придет. Да, смотри-ка, со спаржей лосось. Я помню, блин. Я пытался его приготовить. Давай состоек лосося замутим. Потому что томатный суп есть. Давай его поставим греться просто и все. Ну, чтобы времени не терять. Говорю, поставим греться. Пойду налью воды. Литр. И поставлю картошку вариться. Потому что, ну... Она дольше всего делается. Не нравится мне, когда неровно наливается. Поэтому я решил заново все это провернуть. Опять я на тысячи останавливаюсь. Да кто ж придумал, что там тысяча, это не литр. Кто такой умный? Че я делаю? А, солю. Это пюре! Еб твою мать! Если меня кто-то сейчас гаспачо попросит, то я не виноват. Я серьезно. Ну, блин. Ну, что кто-то мог подумать. А как он теперь остынет? Как его теперь остудить? Никак его не остудить. Придется заново варить. Соль. Вот поспешил людей насмешил. Представляешь? Вот тут на ровном месте просто засрал. Засрал суп. А он бы мог кому-то пригодиться. Возможно. Возможно. А может и нет. Возможно и не мог бы. Воды налил. Соль насыпал. Картошки. Положил. Ставлю варить скартофан. Беру лосося. Тут что у нас получается-то? Черный перец 5, соль и 5. 10 миллилитров масла. Угу. А на что сыпать-то будем? Молодец такой. Он взял соль. Соль взял, а дальше что? И что делать? И как? Угу. Ровно положи. Соль 5, 5, черный перец 5. Хорошо. Па-па-па-ра-па-па-пау. 10 миллилитров подсолнечного масла. Как будто и не наливал ничего. Поравнее надо поставить. А то как будто бы на краю стоит. По 60 секунд, да? Да, 60 секунд. Картошка нормально. Суп уже погрелся, я думаю, по крайней мере. Хотя, хотя, да. Но от него пар должен идти? Нет, слушай. Может от него пар должен идти? Чтоб я понимал, что он согрелся-то. Ну, жар идет. А вот пара я не вижу. Поэтому, пожалуй, пусть он лучше подольше постоит. Перегреть его вряд ли возможно. То есть, это как-то было бы глупо. Да? Ну да, я думаю, погрелся он уже. Давай что-нибудь сделаем со спаржей. Нужно что-то делать со спаржей. Потому что спаржа это самое сложное. Пять минут у меня остается. Я вылью пюре, потому что оно уже никому не нужно. Литр воды налью. Опа, 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 опа. Я понял, уже понял. Не стоит так громко кричать. Все же хорошо. Беру универсальный измеритель времени. Включаю. Так, картошка сварилась. Я все понял. Беру кастрюлю с водой. Насыпаю также воды. Ой, наливаю воды. Столько же насыпаю. Столько же соли. Насыпаю туда 80 грамм спаржи. Все, договорились. Все то же самое, как с картошкой, только спаржа. Ну, естественно, количество, скорее всего, тоже отличается. Вряд ли там две штучки. 80 грамм. 80 грамм там нужно. Спаржа. Спаржа у нас с тобой растет в холодильнике. Не здесь, а вот здесь. 80 грамм. 80 грамм. Математика, это 5 штук, что ли? Раз, два, три. 48. Не считается. Ну да, наверное, 5. 5 же положил. 6 положил. Молодец. Как по книжке, блядь. Это что значит? Все на месте? Не выпало ничего. Да, 5 штучек. Поторопитесь, говорит, мне игра. Да, я особо так это самое. Это я и не опаздываю никуда. Чего торопитесь-то? Тарелку больно маленькую взял, да? Ну, что поделаешь. Нынче дефицит. Нынче дефицит. Нет у меня других тарелок. Отдав... А он не дает отдать. И что мне делать? Ты серьезно сейчас или что? Эй! Игра сломалась. Он не дает мне отдать. Эй! Дружище! Ну! А он ничего не дает мне нажать. Слушай. Какие сверхурочные. Ёб твою налево. Т продолжит. Я не могу ничего отдать. Вот это, блядь, правильно. Вот это, да. Вот это... О-о-о-о! А я что? И все. И игра сломалась. Вот такая вот история, да, друг. Блядь, а что я могу сделать? Сверхурочные. И как я должен это сделать? Ну, типа... А я не могу ничего набрать. Это кладется. Это без всяких проблем. Давай возьмем другую тарелку. Не берет. Не берет. Бляха, муха, ну твою мать. Ой, томатный суп, томатный суп. Давай томатный суп отдадим. Короче, прям посреди игры началась суета. Абсолютно никому не нужная, никому не важная, но она началась. Кто бы мог подумать, да? Получил 4 звезды, расслабился, говорит. Наливай суп. Может, хоть суп можно будет отдать. Просто если еще и суп сейчас не отдастся, я вообще расстроюсь. Просто посреди игры так вот взять и зависнуть. Да, он не отдает ничего. Короче, вот... И как хочешь, так с этим и живи, да? Я так понимаю. Все. Томатный суп зато всем понравился. Вот это здорово. Прикинь, пришлось перезаходить. Пришлось перезаходить в эту игру чудесную. Ну, прикинь, сейчас бы с критиком такая же ерунда прошла. Я бы охренел просто. Тут еще со спаржей с этой проблемой получается. Из-за того, что я просто там промудрил, промудил. Гаспачо он на время. Это вот меня не радует совсем. Тут вот со временем нормально все. То есть, хоть и минуту я просрал, все равно нормально все, говорит игра. Гаспачо вот на время. Гаспачо нужно быстро делать. Гаспачо нужно быстро делать, да? Лосось со спаржей нужно быстро делать. Лосось со спаржей умудрился еще не быть готовым. Это, конечно, дичь просто получается. Просто дичь получается. Короче, нужно это все варить. Сколько-то секунд, сколько-то минут. 100 секунд нужно поставить. Папа-папа-папа. Черный перец, соль, черный перец. Итак, я понял, ладно. То же самое, что и с тем лососем, который с картошкой, только лимонный сок. Просто на сухую жарим, да? Соль и перец. Я прям расстроился на самом деле. Просто, понимаешь, на ровном месте взяла и игра решила зависнуть. Просто... Да идите вы в жопу со своими тыквенными супами. Да откуда у вас столько-то? 60 секунд надо жарить. С каждой стороны. А он вообще жарится или же нет? Или что, типа... А как я должен понять, 60 секунд прошло или нет? Да, мы будем думать, что 60 секунд пройдет, когда вот это вот пройдет. Когда вот тут время закончится. Закрой ты, ну. Короче, у меня расстройство полное. Просто расстройство. В спаржу, ладно, сейчас поварится, пожарится. Лимонный сок у меня есть вообще или нет? Я же ведь его покупал наверняка. Мед, винный уксус. Лимонный сок я не наблюдаю. Поэтому пойдем купим. Специи, жидкости, лимонный сок купить. Блин, мне кажется, что он у меня... Я, видать, не дошел до этого момента. Спаржу выключаем. Это тоже выключаю. Так, выключись. И заведись на вот это время. Что-то какая-то муть получается. По-моему, он не жарится. Соль, черный перец. 60 секунд с каждой стороны. Заправка, лимонный сок, 5 миллилитров. Заправка это же ведь просто сверху после жарки полить. Что-то я вообще не пойму этой истории с этим совсем. Давай начнем гаспачо делать. Огурец 300 ватт. Блин, это очень сложно. Это очень долго. Твою налево. Я-то думал, он быстро делается. А тут прям смотри, сколько всего. Вылить можно суп. Вот этот. Он никому не уперся. Беру, значит, огурец 320. Раз, два. Огурец 320. Помидор 360. Раз, два, три. Красный болгарский перец 480. Красный болгарский перец 480. Ну, раз, два. Вот тебе и все. Чеснок 20. Хорошо. А теперь бегом сюда. Короче, он, я так понимаю, вообще не жарится ни хрена. И просто-напросто получается какая-то ерунда. Просто получается какая-то ерунда. То есть он, по сути-то, вот не пожарился даже. Блять, третий раз уже. Второй, точнее, раз я эту спаржу просрал. Да пошли вы в жопу твою налево, ну. Да так не честно же получается. Давай положим вот сюда пока, пусть лежит. Спаржа-то тоже никому не упирается. Пусть тоже лежит здесь. С гаспачо что мне надо было сделать? Мне нужно было хлеб купить. Продукты. Хлебушек. Хлеб, хлеб. Ха-ха-ха-ха-ха. Хлеб. Купить. Пополам его. Хлебануть. Правильно? Пополам. Правильно, да. Я тебе говорю, правильно жметь. Где-то здесь его пополам находится. Слушай, даже... Даже не обманешь. Так, и теперь это все дело нужно что сделать? Измельчить до однородной массы, естественно. Как же, кто бы сомневался. Если бы вот гаспачо не засрал, тогда было бы вообще идеально. Если бы я его не подогрел... Хе-хе-хе. Блядь. Ну не выбросил, не падай, пожалуйста. Хотя бы, ну чуть-чуть. Оливковое масло 30 миллилитров. Давай, оливковое масло 30 миллилитров налью. Оливковое 30 миллилитров. Оливковое 30 миллилитров, говорю же. Нормально. 31, это не 40. Сюда же налить нужно винный уксус 30, соли 10, черного перца. 10. Винного уксуса? Винного уксуса 30. Винный уксус 30. Винный уксус 30. Винный уксус 30. сори перца 10 все просто как ничего сложного то нет но все равно как-то шнит лук твою налево шнит лук шнит лук а шнит лук шнит лук что-то на немецком что-то на немецком ну-ка положил сюда вот возьми повареху большую говорю повареху возьми а то же он сейчас уйдет мать его за ногу я же его знаю 4 шнит лука надо еще положить потом бросить повесь молодец побежали 4 шнит лук 4 шнит лука 1 2 3 4 кто живет у нас квартире положил хорошо отдай пошел за супом говорю же тебе все хорошо все хорошо все ему нравится самое главное быстро самое главное вкусно ok чё нас тут на скорую руку 2 картофелины те картофелин и 2 картофели на литр воды литр воды-литр воды литр воды литр воды а что она там еще так Блять Ладно, пусть столько будет Ничего страшного, 20 миллилитров, ой, 20 грамм соли 20 грамм соли Как долго она насыпается Как долго она насыпается, бежим, 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 бежим Скорее, 2 картофелины нужно положить 2 картофелины, всего-навсего 2 картофелины Раз, два Два, говорю, ну, положи Вот сюда поставь, включи, побежали Беру, значит, я еще Че тут надо? Куриный бульон, 500 миллилитров В хастрюлю надо налить Что надо сделать? Выбросить нахер эту спаржу, которая никому не уперлась Насыпать туда Налить, точнее, куриного бульона Сколько? 500 500 куриного бульона Где куриный бульон? Вот оно 500 куриного бульона, говорю Блядь, немножко перелил, ничего страшного 500 куриного бульона, соли 90 секунд, полторы минуты получается Ёшкин кот Тыквы, тысяча грамм Тыквы, а у меня тыква вон там валяется Я помню Блядь, где она? Вот она Килограмм Килограмм 400, килограмм 300 Вот этот килограмм возьму Ой-ой-ой, ты че болтаешься-то? Положу сюда В тыковку А, соли нужно 20 И репчатый лук 120 Соль 20 надо насыпать Подожди, вот сюда вот положу А, соль возьму, 20 насыплю Ой, какая суета Какая суета-то прям не могу Сил нет Сюда и 120 лука пойду брошу 120 лука, 120 лука Раз Все, готово дело Че-то рядом он лежит как-то Измельчить до однородной массы И сметаны 150 А варить сколько? А, это потом надо измельчить Да нет, мы сразу измельчим Чтоб потом мозга не канифоль Эть, эть Измельчатель-то мой где? Вот он он Засуньте его, ну Брось Бяку Варить 90 секунд Договорились Там что-то, по-моему, просрался уже заказ Нет, слушай, не просрался Картофан варится Сейчас осталось филе лосося пожарить И будет вообще хорошо Две минуты на филе лосося Ну-ка Две минуты на филе лосося Пять грамм соли Пять грамм перца Перец Перец, вот он Ага Да ну нет Ну И сколько? Десять миллилитров Ой, десять миллилитров масла Да, подсолнечного Подсолнечное масло Подсолнечное масло И по 60 секунд с каждой стороны Уже не успеваю На 20 секунд просру просто сейчас На 20 секунд Так, ну картофан, ладно Картофан уже готов Это уже лучше Это уже радует Возьму большую тарелку Которая не будет Мне Маленькой Глупо как бы не звучало это все Кстати А, он еще не сварился И сметана 150 Сметана есть у меня? Ни хера мне нет сметаны Сметана-то вон 50 Сверхурочный Да иди ты в жопу Я все успеваю Жидкости, сметана Сметана в жидкостях Сметана Нужна большая сметана Сколько здесь? 300, да? 300 миллилитров 250 А нужно 150 налить 150 надо Ёп твою налево Поторопляюсь уже Поторопляюсь Все хорошо Все хорошо Все хорошо Угомонись Нужно налить 150 Миллилитров Вот сюда И отдать это все дело Нашему Заказчику Заказчик где? Заказчик ждет Поварешка Тыквенный суп Эть Почему-то он не до конца нарисован Как будто сделанный Но, блин, ну по времени же варилось Вроде время-то было для супа Погнали Пере... Пять звезд Хорошо Хоть пять звезд Уже Спасибо Ну-ка Все идеально Вообще отлично Пойдем переворачивать Переворачивать С лосося этого Угу Угу Все Запускаю Да ну нет Нужно Запускаю Говорю же Да что ты делаешь-то Ну я же просто хотел Счастья Короче, давай лосося дожарю И если что На следующий заказ пойдет Как бы там что ни было Ну сам понимаешь, блин Ну Зазря терять тоже продукты не хочется А это все-таки продукт Он все-таки куплен Уплочено, как говорится, за все И поэтому Глупо было бы за него Ммм Не это самое Ну Не приготовить его И не отдать в следующий раз Например Пюре Пюре Это гаспачо Его давай не будем трогать Просто его в сторону Отставить надо Спаржу надо выбросить Хлеб Хлеб Надо его вот сюда вот взять И высыпать Типа чтобы не мешалось Тарелка пусть здесь стоит Вот эту ерунду Я не знаю куда девать Она не пожарилась По факту-то Она как была холодной Так и осталась И просто вот я не знаю Я не понимаю Как это готовить И пропускаем фазу уборки Она нам не нужна сегодня Надо заскринить Вот это вот все дело Где-нибудь красивенько Чтобы было Наградку надо поставить Вот сюда Ну чтобы стояло Чтобы стояло Радовало И пропустить фазу уборки Так как она Для нас сейчас Не так уж и важна Ну в целом Этот денек Прошел успешно Как бы Я даже Я не могу сказать Что он прошел плохо Ой-ой-ой Тихо-тихо Микрофон сломаешь Как понимаешь Просрали мы всего С тобой два блюда И Ну И как бы два блюда Это не так уж и страшно Величение прибыли Можно прокачать Но потому что Можно Потому что можно Это все прокачано На максимум Смотри Посетители оставляют Больше чаевых Тоже было бы неплохо Терпимость Ко вкусу есть До времени подачи Блюд Например Не знаю Время подачи блюд Вот Время подачи блюд Это вот это вот Нужно прокачивать Отлично И в целом Я думаю Мы будем теперь С тобой успевать Ой господи Свинина в томатном соусе Курица барбекю Обжаренная в темном Мартовском пиве Ой Свинина вырезка Свиная вырезка С карамелизованными овощами Слушай Это все серьезно Но Давай свинину В томатном соусе Хотя Тут вот пишут Из чего это все делается И меня как-то Это все дело напрягает Посмотрим вот это Свеколку порезать На 6 кусков Морковку надо На четверти Здесь что Куриная ножка Маринад Короче Давай вот это вкачаем Не знаю Сложно не сложно Посмотрим Будет видно А на этом Я хочу с тобой попрощаться Так Для этого рецепта Нужен новый ингредиент И договорились Я понял Хорошо Давай попрощаемся Мы откроемся через час В свое время Да Спасибо большое за просмотр Ставь комментарий Пиши лайки Увидимся с тобой В следующей серии Готовки В следующей серии Кухни нашей с тобой И в других игрушках Подписывайся на паблик Вконтакте Обязательно Подписывайся на канал И всем до встречи В новых видео И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok